За июль на территорию Беларуси залетело как минимум 9 российских ударных беспилотников. Случалось это во время российских атак по Украине. Один из них взорвался, сообщает мониторинговый проект «Белорусский Гаюн». Еще 7 дронов улетели на территорию Украины. Кроме того, ночью 13 июля в Беларусь залетел беспилотник, который преодолел более 350 километров до самого Витебска. И после этого пропал, сообщили в мониторинговом проекте. Они там у себя могут сбивать что-то в своем воздухе. Потому что последние дни, неделю назад, две недели, фиксировалось неоднократно, когда именно российские ударные беспилотные летательные аппараты по таким маршрутам через Черниговскую область и дальше на Беларусь заходили. На участке границы с Беларусью, что касается Черниговской области, значительные изменения оперативной ситуации не потерпела. Мы внимательно наблюдаем за развитием событий. Вадим Мысник, спикер оперативно-тактической группировки «Северск». В интервью «Радио Свобода». Лукашенко поспешил заявить, что беспилотники летели якобы из Украины и поручил военным провести соответствующие мероприятия для защиты территории Беларуси. В частности, как будто дал приказ увеличить группировку войск в Гомельской и Мозорской областях. Они граничат с северными регионами Украины. Туда приказано направить военные части сил специальных операций Беларуси, сухопутных и ракетных войск. В том числе реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер». Вот эти дроны, которые летают, скорее всего, не в Беларуси, а у Лукашенко в голове, это оправдание перед белорусскими военными, перед белорусским обществом. Зачем вот эта эскалация против Украины? И в очередной раз Лукашенко себя выставляет идиотом. Но самое главное, чтобы его поддерживал Путин. И я думаю, что он на поддержку белорусов в целом уже не рассчитывает. Эксперты уверены, белорусские военные не будут вступать в войну против Украины. На сегодня у Лукашенко нет аргументов, чтобы заставить военное командование перейти украинскую границу. Я не думаю, что так же вторжение возможно и физически, потому что Украина намного лучше подготовлена. Регионы, гранича с Беларусью, они оборудованы и укреплены. Железная дорога уничтожена, практически нет такой возможности повторить прорыв 2022 года. Вместе с тем в Украинском центре противодействия дезинформации допускают, что приказ стягивать тяжелое вооружение и войска границы с Украиной – это попытка отвлечь внимание украинского командования. Стягивание оружия со стороны белорусов в приграничье – это попытка помочь Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление. Впрочем, мне кажется, что Лукашенко может прогнозировать последствия любых провокаций. Андрей Коваленко, глава Украинского центра противодействия дезинформации. В Телеграм. Относительно дронов в своем воздушном пространстве Беларусь должна разбираться с Россией, уверен спикер оперативно-тактической группировки «Северск» Вадим Мысник. Если вооружение так или иначе пересекает границу с Украиной, это делается по приказу Кремля. На сегодня никаких подтверждений с заявлением Лукашенко нет.